Изобразим на рисунке графики средних суммарных издержек для разного размера фирмы. Можем построить их нижнюю огибающую, понимая, что на рисунке изображены далеко не все варианты ведения бизнеса, есть и тысячи промежуточных. Изображенная зависимость характеризует средние издержки производства продукции при использовании наиболее эффективной, в зависимости от желаемого объема выпуска, технологии и называется «долгосрочной кривой средних суммарных издержек» LATC. Левый убывающий участок графика характеризуется положительным эффектом масштаба. Также в экономической литературе встречается понятие «возрастающей отдачи от масштаба». Это означает, что фирма, расширяясь и переходя к новым более эффективным технологиям, снижает свои средние издержки. Центральный, горизонтальный участок демонстрирует ситуацию постоянного эффекта масштаба или постоянной отдачи от масштаба. Фирма достигла максимума эффективности и тиражирует данную технологию. Средние издержки в этом случае остаются неизменными. Наконец, правый возрастающий участок кривой LATC описывает случай отрицательного эффекта масштаба, в другой терминологии – убывающей отдачи от масштаба. Расширение сопровождается ростом нерешаемых проблем координации и увеличивает средние издержки фирмы. Означает ли высказанное, что рационально действующие фирмы всегда находятся на нижнем горизонтальном участке LATC, а любые отклонения связаны исключительно с их неоптимальным поведением? Нет. При высоком спросе фирма может пожелать расшириться еще сильнее и перейти на возрастающий участок кривой. Это в состоянии увеличить прибыли, ведь фирма существенно, возможно, в разы увеличивает поставки, в то время как себестоимость единицы продукции может быть увеличена всего на 1-2%. Например, монополист, как мы изучали ранее, выберет выпуск, исходя из ранства предельной выручки и предельных издержек. И это вполне может произойти и на участке с убывающей отдачей от масштаба. Единственное, что должно быть в наличии – это рыночная власть. В случае совершенной конкуренции и снижения цен до уровня минимума средних суммарных издержек, менее эффективные фирмы не смогут функционировать на рынке без определенных убытков. Наоборот, при низком спросе, например, на небольших и славо интегрированных в общеэкономическое пространство рынках, фирма может просто не дойти до своего эффективного размера. Однако это не означает, что такие рынки не должны обслуживаться. Делая отсылку, к примеру, полиграфической отрасли из предыдущего сюжета, можно сказать, что в небольшой деревне распечатку и тиражирование, скорее всего, будет осуществлять единственный поставщик такого рода услуг – с принтером и ксероксом, возможно, даже занимающийся одновременно и другой деятельностью, например, интегрированный с местным магазином. Ни на резограф, ни на тем более оффсетную печать спроса просто не хватит. Кстати, работа фирмы на убывающем участке средних издержек встречается не только на малых рынках. Такова, например, отличительная черта и естественные монополии, подробное знакомство с которой, наряду с методами ее регулирования, предстоят нам в промежуточном курсе микроэкономики. Продолжение следует...